сколько стоит литр самогона вот с таким вопросом ко мне недавно обратился один из моих знакомых и я как-то затруднился ему сразу ответить приветствую вас братья самогонщики и сегодня я хочу составить полную калькуляцию до 1 рубля сколько же стоит литр самогона это будет не теория это будет практика а для тех кто еще ни разу в жизни не гнал самогон ни разу не ставил брагу и только хочет приобщиться к этому делу это будет хорошее видео пособие в котором я постараюсь очень кратко ясно и четко объяснить как поставить брагу как сделать первую перегонку как сделать вторую дробную ну естественно полная калькуляция брага у нас будет самая простая сахарная естественно для этого понадобится нам сахар и дрожжи и так сахара 10 килограмм по цене 33 рубля за килограмм и того уже 330 рублей дрожжи прессованные килограммовая пачка 95 рублей емкость у меня 50 литров поэтому гидромодуль я сделаю один в четырем то есть один килограмм сахара 4 литра воды ну и первое что нам нужно сделать растворить 10 килограмм сахара в горячей воде обычно я поступаю следующим образом растворяю сахар в 10 литровой кастрюле то есть я туда заливают три литра воды и 4 килограмма сахара все это очень быстро растворяется далее сливаю это в емкость и повторяю процесс пока весь сахар не растворится пока вода греется засыпаю сахар в кастрюлю если у вас кастрюля маленькая не пытайтесь сразу в ней растворить весь ваш сахар насыпав очень много сахара даже в горячей воде он будет растворяться очень тяжело из-за большой концентрации поэтому лучше это сделать в несколько заходов как это делаю я оптимальное соотношение сахара чтобы он хорошо растворялся это на пол литра воды килограмм сахара доводить воду до кипения конечно же не нужно достаточно просто ее хорошенечко нагреть градусов до 50-70 и теперь все это хорошенечко размешиваем до полного растворения сахара если сахар полностью не растворится останутся какие-то остатки его песчинки не думайте что дрожжем понравится его грызть конечно же нет дрожжи любят только растворенный сахар растворив полностью сахар переливаем его в бродильную емкость и опять повторяем процесс сахар вода в бродильную емкость у меня в бродильной емкости уже есть 9 литров воды в которой я растворил сахар поэтому добавляю сюда еще 31 литр воды так как вода у нас не хлорируется я беру ее прямо из-под крана если же у кого-то вода хлорированная нужно конечно ее сначала отстоять чтобы форме выветрился не стоит брать конечно воду из природных источников потому что там она имеет очень малую минерализацию дрожжи как раз любят большое количество солей в воде ну что ж пришла пора привести к норме кислотность нашего сусла обычная кислотность в воды в районе 7 а дрожжи любят кислотность четыре с половиной пять поэтому и нужно будет сусло немножечко подкислить определить как говорится на глаз кислотность сусло естественно не получится поэтому нужно воспользоваться вот таким приборчиком паш метр называется опускаем его сусло и смотрим видите кислотность среды 7 46 поэтому нужно будет воспользоваться лимонной кислотой и внести ее в наше сусло для подкисления точных расчетов сколько нужно ее вносить наверное нету нужно вносить понемножечку и мерить паш как только паш достигнет нужных параметров сусло по кислотности готово хорошенечко размешиваем и и снова делаем замер кислотности сусло кислотность стала 6 20 после внесения одной ложечки лимонной кислоты вносим еще одну ложечку мне понадобилось 10 грамм лимонной кислоты это вот такая пачечка которая стоит 7 рублей чтобы довести кислотность сусло до нормы кислотность как вы видите 488 вполне нормальная сейчас внесем сусло подкормку в качестве подкормки для дрожжей я взял нашатырный спирт он десятипроцентный значит нам понадобится две ложечки на 10 литров в моем случае это будет 8 ложечек вместо нашатырного спирта можно взять ортофосфорную кислоту но у меня ее не оказалось под руками поэтому я использую его стоимость такого бутылечка 40 рублей практически ушел полный пузырек буквально одна ложечка будем считать 40 рублей мы потратили ну что ж напоследок нам остается замерить плотность сусла я воспользовался обычным сахарометром плотность порядка 19 процентов нормальная плотность сусла должна быть в пределах 18 22 и сейчас измерим температуру сусла оптимальная температура сусла для для дрожжей должна быть в пределах 30 градусов сейчас мы это проверим температура сусла у меня 33 с половиной градуса это вполне нормально допустимая температура до 35 градусов поэтому можно вносить дрожжи я вношу дрожжи не разбраживая потому что не вижу в этом никакого практического смысла прям открываю пачку и вот такими небольшими кусочками крошу их прям сусла тщательно перемешиваю чтобы дрожжи хорошенечко растворились для ускорения брожения я собираюсь использовать вот эту мраморную гравицапу и естественно для стеногашения мне понадобится пряник буквально одна штучка это примерно два с небольшим рубля я тоже включил его в калькуляцию мы просто крошим пряник сусла вот таким образом и затем устанавливаем гравицапу минут через 30-40 дрожжи заведутся и я вам покажу активный процесс кипения браги а пока брага еще не завелась я предлагаю как говорится подбить бабки и посмотреть во сколько же нам обошлась брага сахар 10 килограмм по 33 рубля 330 рублей дрожжи 1 пачка 95 рублей вода 40 литров 2 рубля 30 копеек нагрев воды 1 рубль 30 копеек лимонная кислота 7 рублей нашатырный спирт 40 рублей пряник два с половиной рубля итог 478 рублей 10 копеек можно ли как-то оптимизировать расходы и что-то исключить из этого списка конечно можно можно исключить первое нашатырный спирт стоит целых 40 рублей но без него ваша брага точно также отыграет лимонная кислота ее тоже можно исключить и даже если вы не отрегулируете кислотность сусла брага все равно отыграет можно ли исключить пряник как пеногаситель можно но для этого нужно будет подождать пока брага хорошо заведется пройдет часа три-четыре и после этого только можно будет ставить бражную гравит сапа вот тогда процесса пенообразования не будет итак смотрите брагу можно оптимизировать на целых 50 рублей и давайте потом посмотрим вот что эти 50 рублей дадут в стоимости одного литра самогона которого мы получим из этой браги а впереди у нас перегонка первая и вторая дробная основные затраты там конечно будут это расход электроэнергии на нагрев тена и расход воды посмотрите прошло всего 25 минут брага завелась гравит сапа активно работает и примерно через 36 часов это брага уже будет полностью готова вытащу гравит сапу нагрею брагу до 50 градусов чтобы прекратить всякое тихое брожение и поставлю ее на несколько дней на осветление после этого мы продолжим брага постояла больше суток в основном все дрожжи уже осели поэтому я сейчас сливаю ее в бутыли это будет где-то там литров сорок пять наверное получится и оставляю еще на несколько дней чтобы она в бутылках полностью осветлилась в итоге вот такое количество браги у меня получилось то что здесь осталось буквально может слитр эту гущину уже однозначно можно будет вылить она уже там не отстоится ну оставлю ее еще на несколько дней на осветление а в идеале конечно она должна осветлиться вот до такого состояния у меня брага простояла у меня примерно три дня видите как она хорошо осветлилась помните вот какая она еще была вот посмотрите три дня назад да и какая сейчас она стала вот такой осадочек на дне и сейчас я аккуратненько солью эту брагу с осадка чтобы можно было ее перегонять есть у меня такой сливой шланчик с грушей очень аккуратненько можно слить с осадка посмотрите после того как я два раза слил брагу первый раз из бродильной емкости а вторую же из бутылей смотрите остаток всего тут 600 миллилитров примерно ну и посмотрите качество да вот это осветленная брага которая которую я уже сейчас могу перегонять и вот это та не осветленная ну результат как говорится налицо никогда не при не пренебрегайте отставим и осветлением браги залил брагу в куб у меня получилось чуть больше 40 литров ну примерно около 42 литров сейчас ставим на разогрев собираем естественно режим под стил и будем гнать до 0 в струе собираем аппарат в режиме под стил я сразу же установил на крышку холодильник все хорошо затягиваем вот такую я конфигурацию собрал сейчас подключим воду и в принципе сейчас уже можно включать четыре с половиной киловатта разогрева ты на у меня в кубе чтобы не забыть я вот здесь прям написал начало в 2020 это время начала разогрева куба сейчас замерю расход воды и потом посчитаю за какое время сколько он составил я замерил расход за минуту он составил один литр с 450 миллилитров вот этот расход у меня выставлен постоянно я его никогда не меняю когда его выставлял я исходил из того что температура на выходе должна быть примерно 55 60 градусов ну и потом практическим как говорится методом я замерил температуру спирта сердца вот при таком расходе спирт сырец идет 25 градусов спиртуозность порядка где-то трех процентов сейчас добираю полную баночку и останавливаю погон по времени получилось ровно два часа 30 минут и так после первой перегонки у меня получилось 15 литров спирта сердца общей спиртуозность у я думаю где-то 30 процентов плюс-минус сейчас я не буду ее замерять потому что его нужно будет смешать я замерю уже завтра когда залью спирт сырец в куб и осталось подвести только итоги во что встала первая перегонка и общую сумму которая уже набежала и так воды было израсходовано 218 литров тариф 57 рублей 11 копеек закуп и того 12 рублей 45 копеек нагрев обошелся в 32 рубля 30 копеек было израсхода на 11 целых двадцать пять сотых киловатта тариф 287 и того перегонка встала в сумму 44 рубля с семьдесят пять копеек общая сумма 500 20 рублей 85 копеек завтра будет 2 дробная это будет уже заключительный итог итак начинается последний этап 2 дробная перегонка спирта сердца у меня получилось 15 литров спиртуозность составила 39 меня это очень порадовало потому что в струе я гнал до примерно трех процентов это говорит о чем о том что брага от бродила правильно и эффективно то есть если вы будете соблюдать технологию брага у вас получится максимальной спиртуозности хорошо сейчас соберу оборудование и начнем перегон ну такую конфигурацию я собрал сарга у меня получилось метр семьдесят засыпанная с пеночкой три с половиной на три с половиной дальше узел отбора по пару диоптер дальше холодильник стоит дефлегматор и там термометр я на самом верху поставил можно хорошо контролировать температуру вот здесь 24 и 6 градуса то есть полтора киловатта которые я подаю в куб это как раз то что нужно так ну и пока колонна стабилизируется я отрегулирую подачу воды я настроил расход воды чтобы на выходе вода была чуть больше 55 градусов вот 55 и 7 и сейчас я замерю сколько же литров в час я буду расходовать расход воды у меня получился 370 миллилитров в минуту потом я почти посчитаю сколько минут у меня длился погон перемножу умножу на тариф и скажу итоговую цифру на какую сумму я израсходовал воду так колонна стабилизировалась расход воды отрегулировал ну и пора теперь отбирать головы я уже предварительно рассчитал количество голов предголовье тело многие жалуются что якобы вот этим краном отбором по пару тяжело настроить покапельный отбор я его поворачиваю же в нужное положение я знаю при таком положении плюс минус идет покапельно сейчас немножечко ждем пойдет отбор и можно будет еще немножечко там подкорректировать чуть больше или чуть меньше сделать кабель вот так вообще не крутя кран я сразу же попал вот такой капельный отбор такую скорость и оставлю так ну осталось еще посмотреть температуру термометр у меня где-то стоит на высоте сантиметров 20-25 от куба и температура 78 и 5 так температура в кубе температура в кубе 86 и 7 отберем 200 миллилитров голов 450 миллилитров подголовников и потом начнем отбирать тело хвосты я обычно никогда не отбираю не трачу на это ни времени силы 200 миллилитров голов отобрана я сливаю в отдельную канистру а вот подголовники я буду собирать отдельно следующий перегон когда буду гнать брагу я их туда добавлю отбираю 450 миллилитров подголовников положенные 450 миллилитров я отобрал сейчас будем отбирать тело отбор включу примерно около полутора литров в час и должен не отобрать расчетный 4 литра 750 миллилитров открываю кран я его всегда открываю примерно процентов на 80 это где-то и будет рендерочно полтора литра в час я поставил попугая чтобы контролировать спиртуозность вот попугай показывает 97 почти ну с учетом коррекции это 96 почти около литра я уже отобрал продолжаем отбирать чтобы до самого окончания погона не крутить этот кран отбор настроить и столько сколько подаете мощность вот если я подаю в куб полтора киловатта я отбираю даже чуть меньше я отбираю где-то около одного литра 400 миллилитров и вот я знаю что при такой скорости я отберу все расчетное количество и ни одного раза не придется мне регулировать этот кран вот такую тарелочку поставил в диоптер а теперь флегма вся стекает уже в центр они по стенкам диоптера вот такая тарелочка мне обошлась 0 рублей 0 копеек потом расскажу где ее можно взять и чего сделать перегон закончился и вот его результат четыре с половиной литра 96 процентного спирта я не добрал 250 миллилитров от расчетного дело в том что перегон как всегда затянулся до поздней ночи и мне просто было уже лень дожимать эти 200 миллилитров но если конечно была у меня автоматика проблемы бы это естественно было автоматически решено ну получилось так сколько получилось а теперь подбиваем итоги сколько же у нас стоит наш самогон давайте теперь подведем итоги и посмотрим что же сколько стоит и так вторая дробная перегонка воды было израсходовано 155 литров и обошлась она в 8 рублей 80 копеек нагрев было израсходовано 12 киловатт обошлось это все в 34 рубля 44 копейки итог вторая дробная перегонка обошлась в 43 рубля 24 копейки а теперь давайте вспомним поэтапно сколько что стоило брага нам обошлась в 484 рубля 10 копеек первая перегонка 44 рубля 75 копеек вторая перегонка как я уже сказал 43 рубля 24 копейки и и отдельный пункт водоотведения я прошлые этапы забыл включать его в расчет сейчас я это включу в расчет то есть водоотведения на первой и второй перегонках стоило 23 рубля 55 копеек итог 595 рублей 64 копейки а теперь это столько стоит 4 с половиной литра 96 процентного спирта а теперь посчитаем 1 литр спирта обошелся нам в 132 рубля 36 копеек давайте пересчитаем на привычные и понятные всех пол литров очки 40 градусные и так одна бутылка емкостью 0 5 литра крепостью 40 градусов обошлась в 27 рублей 58 копеек ну что ж вы все знаете сколько стоит самая дешевая пол литров очка в магазине так что как говорится сравните цены стоит гнать самогон или не стоит то какой результат получился у меня это конечно не истина в последней инстанции это мой личный результат у вас самогон может быть дешевле может быть дороже все как говорится будет в основном зависеть от стоимости сахара и от стоимости дрожжей ну а пока на этом все как говорится ни голов ни хвостов вам в вашем самогоне брайта самогонщики всем добра и пока я составил эту диаграмму чтобы наглядно было видно на что ушли наши средства львиная доля ушла на сахар это 55 процентов сахар вряд ли можно чем-то заменить поэтому чтобы как-то оптимизировать расходы на сахар нужно естественно найти самый дешевый купить его по оптовой цене другого здесь выхода нет далее у нас идут дрожжи они составляют 16 процентов от всех затрат дрожжи в сахарной браге можно применять самые дешевые самые дешевые это прессованные дрожжи неразумно применять какие-то дорогие турбо дружи потому что из сахарной браги разумно получать ректификат если вы будете точно соблюдать технологию приготовления браги правильно делать первую перегонку вторую дробную то у вас получится максимальный выход поэтому турбо дрожжи не придадут вашему спирту никаких абсолютно дополнительных каких-то вкусовых качеств количество его не станет больше поэтому дрожжи используйте самые дешевые третья статья расхода 12 процентов это электроэнергия электроэнергия тратится у нас на разогрев куба ну и естественно используются для первой и второй перегонки для сахарных брак максимально эффективно использовать тен то есть это элемент который не нагревает дно не нагревает стенки куба он нагревает непосредственно жидкость в кубе плюс необходимо хорошенечко утеплить куб если вы будете использовать тены хорошо утепленный куб это поможет вам оптимизировать затраты на электроэнергию 8 процентов от всех расходов составляет расход воды что тут можно посоветовать не лейте воду попросту то есть когда вы делаете перегонку следите за температурой воды на выходе допустим для второй дробной перегонки нормальная температура воды на выходе это 55 60 градусов при этом температура продукта будет примерно в районе 23 25 градусов это вполне нормально также и при первой перегонки тоже не делайте чтобы на выходе у вас вода была холодная сделайте чтоб она была хотя бы порядка 40 45 градусов то есть вы уменьшите расход воды и оптимизируете свои расходы по воде последний пункт я назвал ее добавки 8 процентов сюда я включил лимонную кислоту которую я использовал для подкисления нашатырный спирт который был у меня в качестве подкормки в качестве пеногасителя у меня был пряник без этого конечно всего можно вполне обойтись но опять таки чтобы добиться чтобы ваша брага отыграла максимально быстро и имела максимальную спиртуозность добавки нужно использовать существует и еще один ресурс который помогает оптимизировать расходы это конечно автоматика если вы будете использовать автоматику это поможет вам отбирать весь спирт до расчетных значений а вследствие того что вы будете полностью отбирать спирт то есть у вас уменьшится потери и уменьшится естественно и себестоимость исходного продукта так что используйте хотя бы самую простейшую автоматику это поможет оптимизировать опять-таки расходы подписывайтесь на мой канал не забывайте включать оповещение о выходе новых видео ставьте лайки ставьте дизлайки оставляйте комменты не стесняйтесь выражениях канал че гевара это остров свободы и здесь никого не банят и теперь у че гевары два дружественных канала самогончик с урала и армат а также группы вконтакте ссылка в описании